ПЖКХ Каждый год, как только сходит снег с придомовых территорий, мастера дома управления делают инвентаризацию. И на основании этой инвентаризации мы видим, какие дворы самые-самые плохие. На основании этого и выбираем. Конечно, хотелось бы сделать много. Домов у нас около тысячи. Но о дворов делаем совсем-совсем небольшое количество, к сожалению. Есть дома, жители которых принимают решение на общем собрании и заказывают проект благоустройства и перепланировки своих дворов. Но таких единицы. Хотя пожелания жильцов берутся во внимание и без протоколов. Правда, в меньшем объеме. Дворы старые, узкие. Где-то машин намного прибавилось. Где-то нельзя проехать. Уширяем не уроды, а деревья, кусты, сирени и прочее. Стараемся сделать так, как бы для себя. Чтобы увеличить площадь подъезда и парковки транспорта, во дворах срезаются повороты или зеленые зоны, протоптанные людьми или укатанные машинами. Это особенно актуально для дворов, где вообще нет тротуаров. И жители вынуждены выходить из подъездов прямо на проезжую часть. Как говорят специалисты, ремонт ведется на основании нормативных документов и спецификации автодорожных работ. В зависимости от состояния асфальтового покрытия проводится демонтаж или фрезеровка. Если асфальт, еще как бы более-менее его можно использовать как основание, то происходит фрезеровка и на старый асфальт грунтовка и покрытие нового слоя. Если асфальт уже, ну как вы и видите, здесь происходило восстановление полностью щебеночного основания, грунтовка и покрытие асфальтного слоя в размере 6 сантиметров. Нередко во время ремонта возникает необходимость выполнения сопутствующих работ, как например во дворе дома по улице Тукума 38. Просевшим асфальтом повредил участок ливневой канализации. Трубу пришлось заменить. Ограниченный средств ставит предприятие перед выбором – ремонтировать дворы капитально, но числом поменее, или сэкономить, но привести в порядок большее количество дворов. Выбор был сделан в пользу уменьшения расходов и большего охвата дворовых территорий, что позволит избежать аварийных ситуаций. Есть дворы, где можно обойтись ямочным ремонтом и не менять бордюры. Бордюры меняются местами. Надо понимать, что это очередной ремонт. Финансовые затраты здесь, но мы не можем настолько большие сделать, поэтому это самое необходимо выбирать. Если бордюры, либо люди цепляются за них, либо уже они действительно в технически неисправном состоянии, они меняются. Ну а так, конечно, стараемся обойтись как можно меньшими затратами. На 2011 год запланирован ремонт 26 дворов, но специалисты не исключают корректировки планов в сторону увеличения этого количества.